Такая гимнастика поможет и вам, если вы, например, весь день проводите у кухонной плиты или за компьютером. А нам пора двигаться дальше. Некрепкий чай можно пить практически всем. Крепкий чай полезен при склонности к диареи и не рекомендуется при запорах. Дубильные вещества чая способны связывать железо. Поэтому крепкий чай, в частности, во время и сразу после еды, ограничивается при железодефицитной анемии. После многократного заваривания черного чая в чайных листьях, как правило, остается все меньше полезных веществ. Исследования показывают, что первый настой вбирает в себя около 50% полезных веществ, второй около 30%, третий около 10% и четвертый менее 3%. Есть натуральные ароматизаторы, эфирные масла, сухие цветы и ягоды. А есть ароматизаторы синтетические. Разрешенные законодательством пищевые ароматизаторы безопасны для здоровья. Но они могут иметь довольно резкий, неестественный запах. И производитель обязан указать их на упаковке, как просто ароматизатор пищевой. Самый верный способ отличить качественный черный чай от подделки – это залить небольшое количество чая обычной холодной водой. Натуральный чай в такой воде не заварится. И даже спустя несколько часов вода останется практически прозрачной и лишь слегка поменяет цвет. А поддельный чай сразу ярко окрасит воду. Употреблять такой продукт категорически запрещено. Ведь это может быть как другое растение, так и красители, опасные для здоровья.